Вячеслав Алексеевич, тема сегодняшнего нашего разговора, это вот недавно произошедшие события в Казани трагические. У вас огромный педагогический опыт, вы долгое время занимаете пост директора. И вот хотелось бы изначально услышать ваше мнение, наверное, извечные вопросы. Кто виноват и как бы нам этого в дальнейшем избежать? Насчет кто виноват, этот вечный русский вопрос, ну, это если следовать как бы логике Иосифа Виссарионовича Сталина, он всегда говорил, что у любой беды, у любого происшествия есть имя, фамилия, отчество. В данном случае виноватыми назвать кого-то конкретно, прям пофамильному, мне кажется, не получится, потому что в целом то, что происходит в обществе, те изменения, я бы даже сказал какие-то сдвиги, я бы их назвал такие в психологическом плане, в психологическом портрете нынешнего подрастающего поколения. Вот здесь каких-то виноватых, ну, наверное, поискать можно. Я бы крепко сюда завиноватил, наверное, все вот эти социальные сети, которые существуют. Итог каким образом? Ну, давайте так, любое изобретение, оно может быть использовано как в пользу человеку, так и во вред. Это касается любого, реально. Есть мирный атом, есть атомные бомбы. В конце концов, есть взрывчатка, которая помогает туннели прокладывать, а есть взрывчатка, которая приводит к гибелям людей. Поэтому я хочу сказать, что здесь социальные сети в какой-то мере, ну, подталкивают не особо здоровых психических личностей к тому, чтобы они каким-то вот особым образом себя могли, ну, прославить, что ли, может быть, так скажем. Не все люди могут проявить себя, ну, там, в спорте, в творчестве. Кто-то может хорошо рисовать, кто-то бегает там и так далее. А вот некоторые люди себя вот так самореализовывают через вот это преступление. Ну, я не буду, наверное, оригинален, напомню просто такого замечательного в кавычках человека, который жил в Древней Греции, в городе Эфесе. Звали его Герострат. В его городе Эфесе был замечательный храм Артемиды. Он взял просто его и поджег. И стоял рядом, тыкал в себя пальцем. Это я, Герострат, поджег. Мы до сих пор знаем его имя. Человек добился своей цели? Добился. К сожалению, огромному мы должны признать, что не только люди, которые делают какие-то замечательные, позитивные вещи, прославляются. Прославляются и могут быть прославлены люди, которые делают гадость. Мы знаем, кто такой Гитлер до сих пор. И, наверное, не забудем. И, наверное, это нельзя забывать. И, к огромному сожалению, вот этот парень, я даже не знаю, назвать, Он где-то как нелюдь выглядел, наверное, хотя он вроде как и человек, руки-ноги есть. Он, ну, точно руководствовался неблагими какими-то примерами. И явно он захотел вот этой славы Герострата. Он сейчас это расстрелял. Вы видели, какой он был взвинченный и счастливый на всех видео? Он прославился на весь мир. О нем сейчас говорят. Ну, уже поутихают, через какое-то время, может быть, и забудут. Но сейчас он Герой Дня. Он этим реально наслаждался. И если 99% тех, кто сейчас смотрел все эти события, были в каком-то ужасе, в тревоге за свои школы, в своих других городах, то, я уверяю, уже посмотрели его несколько десятков таких же, как он, которые, вау, вдохновились тем, что он сделал. Я тоже так хочу, наверняка. И вот они, эти соцсети, вот они, средства массовой информации. Это то, как раз, о чем я и говорю. Здесь влияние очень огромное. Распространяется это очень быстро. Ну и плюс то, что мы знаем и так. Распространять информацию там можно. Чуть-чуть зашифровал, немножечко там подрихтовал. Вместо слова оружие используешь там цветочки, еще что-то. Поймать и вычислить людей, которые общаются в соцсетях. Ну, представьте себе, у вас тоже есть свой личный аккаунт, да, у меня там есть тоже и там и Телеграм и так далее. Мы там что-то переписываемся. Как? Сотрудники. Вот насчет, кто виноват, да. Я просто слышал, это, как правило, появляется. Что-то такое случись, кто-то обязательно скажет. А, ФСБ там не досмотрели, где там наших каннских школьников террористов ловить, так молодцы. А здесь, понимаешь, нет. Те-то еще ничего не сделали, а этот уже вот. Неужели нельзя было вычислить? Попробуйте представить себе, попробуйте вычислить и попробуйте представить, как это делается. Здесь проходит очень тонкая грань, на мой взгляд, между личной и частной жизнью человека и между тем, что может себе позволить государство вот в этих благих попытках обезопасить нас от неадекватных людей. Ведь этот неадекватный человек, он такое же частное лицо, как вы, как я. Он имеет право на частную переписку, на частную жизнь. Я совсем не знаю, что он там дома делает. Бомбу он собирает? Или он там из пластилина лепит что-то красивое и хорошее? Мы же реально не знаем. О чем он переписывается с друзьями, с такими же товарищами? Я, конечно, понимаю, есть там методы какой-то у ФСБ провокации, залезть там под видом какого-то фейкового аккаунта и там что-то сделать. И, ну вот, где грань-то? Не нарушают ли они наши границы? Ну, мы все прекрасно помним, что случилось с человеком, известным футболистом, когда к нему влезли в телефон, украли его личную информацию. Ну, там посмеялась страна, народ немножко. Но человеку-то, представьте, как неприятно и жестоко, ну, явно не для всех предназначалось. Ну, и вот, вылазит. Мы с этим согласны, вот мы с вами хотим, чтобы в наших аккаунтах рылись все, кому не попадет, даже ФСБ, даже из благих побуждений. Я тоже думаю, этот вопрос очень спорный и захочется нам ли это или нет. А с другой стороны, эти соцсети уже, ну, достигли такого уровня, ну, я бы даже сказал, уж извините за это слово, какого-то дебилизма определенного. Потому что невозможно что-то прокомментировать и не натолкнуться на реакции совершенно неадекватных людей, на прямые оскорбления, какую-то гадость. Пока модератор сработает. Я говорю, вот в разговоре говорю с товарищами, что если посчитать и посмотреть, а сколько уже людей были спровоцированы на какие-то там, ну, не знаю, на попытки суицида и так далее, вот подобными какими-то комментариями, намеренным вот этим троллингом, как он называется. Да, вот у меня, честно говоря, есть идея такая, вот я, может быть, не очень к теме, но тем не менее, не знаю, там, оставить или нет это. Идея очень простая насчет вот соцсетей. И рождается человек, он получает там свидетельство о рождении, паспорт, у него есть там медицинское страхование, страховка есть. Выдать один номер телефона на жизнь и выдать также при рождении аккаунт, которым человек будет пользоваться. И в соцсетях, и везде человек должен быть под своим именем и фамилией. Потому что отвечать надо за свои слова. Вот я лично там везде под своим именем, со своей фотографией, я спокойно на это выхожу. Если я что-то говорю, это я говорю, это я подумал. Но очень хотелось бы обезопасить вот от этих не очень хороших людей, людей нормальных, адекватных, которые реально хотят что-то обсуждать, спорить там, где-то, может быть, ругаться, но где прийти к какому-то консенсусу. А здесь же что у нас есть? Фейковый аккаунт, там написал Big Gun, большая винтовка, вот и начинается там. Вот они обсуждают вот эти не совсем адекватные люди и вот эти свои будущие неадекватные поступки. Он, не помню, в какой соцсети он выложил, где он там бог и так далее. Ну, явно это было сделано намеренно, явно он что-то делал. А с другой стороны, а может просто окрасовался. Как понять, что он завтра реально пойдет стрелять? Что он взорвет что-то или не взорвет? Очень сложно. Поэтому кто виноват? Ну, иногда на некоторых там страницах я встретил такую позицию, что школа, там, общество, семья. В какой-то мере, да, однозначно. Но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, за редким исключением, вот эти люди, которые вот такое делают, у них достаточно типичный и достаточно однообразный психологический портрет. Они все, как правило, тихони. Они, как правило, себя какими-то изгоями считают. Они, как правило, обижены на социум, на людей. И им нельзя видеть или и двойку поставить за плохой ответ. Их нельзя никаким образом там задеть. Они сразу вот так вот реагируют. Эти люди конкретно вот такие. В тихом ум эти черти водятся. Как вы считаете, вот работа в школе психологов, должное ли внимание ей уделяется? И выполняют ли они полностью свои обязанности? Найти специалиста очень хорошего уровня именно для школы, который знаком бы был на практике с проблемами детей, умел с ними беседовать, найти ключик, поглядывал за ними и заранее на каких-то дальних подступах замечал какие-то вот эти девиантные, деструктивные какие-то элементы в помедении. Это еще, наверное, задача не сегодняшнего даже дня. Мне кажется, что здесь стоит вообще усилить именно подготовку психологическую. А в лучшем случае, в лучшем случае, педагоги, которые готовятся к работе в школе, это может быть любой предметник, это любой работник, в принципе, педагогический. Если он получит хорошую психологическую подготовку, он действительно сумеет увидеть вот такие тревожные нотки в поведении ребенка, которые могут предвосхитить не только его агрессивное поведение по отношению к другим, но и агрессивное по отношению к себе. К сожалению, постоянно слышу еще и о попытках суицидов разных. И тут, помните эту зловещую игру «Синий кит», некоторое время назад, которая была, ведь она реально напугала очень школы, потому что, ну, я посчитал, что это какие-то вот деструктивные элементы, прям очень серьезно проверяли свои какие-то наработки, догадки по психологии детской. И ведь они четко вычислили, как на ребенка влиять, завлечь в игру, привести некоторых к самоубийству. Прыгали из окон, там, с крыш, там, и так далее. Это было жутко очень. И поэтому, когда говорим о психологии, о психологе в школе, нету столько специалистов. Вот так по-простому скажу. И, может быть, и уровень этих специалистов еще не такой глубокий, серьезный, высокий. То есть вы имеете в виду, что именно в педвузах, даже учителям-предметникам, нужно особое внимание уделять психологии? Это именно так, потому что, ну, честно, пока этого же нет. Ну, получается, что я сейчас придумал такой ЕГЭ для учителей по окончании вуза, да, или колледжа. Ну, это придумано вот буквально сейчас. Просто я в вашем вопросе увидел это, ну, и, соответственно, как бы поразмышлял. Мне кажется, это не было бы лишним, тем более в свете вот этих всех событий. Это жестокие вещи, и мне кажется, это того стоит. Немножко, чуть больше часов на психологию и обязательный экзамен. Это не сильно загрузит ни педагогов, ни вузы, ни самих студентов. А польза очевидна. Насколько нам известно, в школах есть не только психологи, но еще и социальные педагоги. Вот чья обязанность вот как раз выявлять детей, которые в дальнейшем могут что-то вот сотворить? Вопрос разграничения именно вот компетенции соцпедагога и психолога, на самом деле у них совершенно разные задачи. Потому что социальный педагог, он конкретно работает уже с детьми, которые так или иначе себя как-то нехорошо проявили. Есть у нас такой термин, СОП, социально опасное положение. Вот за этими детьми мы смотрим. Это может быть как из семьи неблагополучно идти, как ребенок проявляет какую-то вот агрессию. Эти ребята вычисляются очень крепко, стоит ему пару дней в школе не побыть и не посетить там по неуважительной причине. Как мы уже тревогу бьем, с полицией работаем, здесь все налажено, там у нас КДН есть и так далее, так далее. Связь очень серьезная, очень быстрая, здесь поверьте. А вот психолог, его функционал входит в достаточно большой круг обязанностей. Во-первых, входные тестирования, выходные тестирования, в течение года отслеживаются ребята. Есть, наверное, самый такой правильный метод, это наблюдение. Психолог тихонечко, на переменочке, садится в уголочек, реально, чтобы не привлекать детей, чтобы дети даже не замечали его. И спокойно их наблюдает в игре, кто что говорит, кто склонен толкаться, кто склонен там ударить, замахнуться, еще что-то, отобрать у кого-то что-то. Вот эта работа постоянно идет, но у нас, в общем-то, как и в любой школе, я уверен, я вручаю своих коллег, ну где-то может быть с большей степенью, там глубины, где-то может быть поменьше, но эта работа делается точно всеми. И вот так, чтобы ребенок, который себя проявил агрессивно, там, нехорошо, не был замечен, не были вызваны родители, не были приняты меры, ну я таких случаев, наверное, не знаю. Еще раз, и еще раз обращу внимание на вот эту категорию ребят, которые, ну в школе их обычно зовут так тихонечко, тихушники. Вот эти замечательные, в кавычках, ребята могут выдать что угодно. Вот и этот парень-то в Казани был именно из таких. Он ничем не привлекал к себе внимания. Никто никогда даже заподозрить не мог, что у него что-то такое в голове. Вот с такими работать сложнее всего, потому что непонятно, что там происходит. Еще огромное внимание же нужно уделять именно родителям на психологическое состояние ребенка. Можно сказать, что у нас немного не образованные в этом плане родители. Как школа от себя может в этом плане помочь? Смотрите, школа имеет определенную компетенцию и имеет определенные вещи, которые действительно должны делать, обязаны. Школа проводит родительские тренинги. Это делается во всех школах. Чистота и, скажем так, уместность их, это решает каждая школа отдельно. Иногда были случаи, мы от родителей получали запрос, помогите, вот у нас там пубертатный период, детки растут, что делать, какие лучше применить. Но у нас еще специфическая школа, мы проводим тренинги по дополнительной постановке, речи, еще чего-то. Это прям в обычном режиме идет спокойно. Сейчас в связи с пандемией мы это в классы просто убрали, общее родительское собрание перестали проводить. А вообще это все делалось. Теперь другой вопрос. Делать? Делаем. Должны? Должны. И делаем. Вопрос. Насколько эффективность? Ну, у Майковского есть такое стихотворение. Разговор с финн-инспектором о поэзии. Ну, давайте я сейчас с вами заговорю о двухтактном двигателе. Вам будет жутко интересно, и вы меня сразу поймете, да? Если вот учитель объясняет родителю, что что-то из психологии, а родитель, ну, никогда вообще с психологией, в общем-то, не сталкивался, для него это будет очень новая информация, очень плохо понимаемая. И если так назвать, семья достаточно, скажем так, простая, работает обычная, папа, мама, им особо некогда. Они уходят в 7 утра, приходят в 8 вечера, им бы ребенка прокормить до ни одного. Вот как тут можно говорить о том, что родитель что-то там должен заботиться, понимать, какой период у ребенка. Он сам не помнит, как он вырос и где чего получил. Вот в итоге и получается, что, ну, родители родителю рознь, школа в школе тоже рознь. Там мы проводим, и любая школа, да, обязанности есть, должности, должествование есть. А гарантии-то нет. Где, в каком моменте упустили? Где, в каком моменте? Ребенок, допустим, подошел что-то разъяснить у родителя, а родитель пришел с работы и просто уснул и не ответил. А ребенок пошел искать ответ в другое место. И нашел его в интернете у товарища, а этот товарищ или этот интернет подложил ему ту информацию, которую он потом использует так, что нам мало не покажется. Вот и все. Поэтому, опять же, стопроцентно гарантирую, что это надо, знаете, чтобы мы все были какие-то одинаковые роботы. Программу вложил, какую-то флешку там, и у нас все это отпечаталось. А ведь все люди живые, кто-то возьмет эту информацию. Даже у нас на собрании везде, да везде в любой школе сидит человек, слушает нас. А где гарантия, что он унес то, что мы ему сказали? И он реально обратил на это внимание. Если в семье, в принципе, отношения на эмоциональном уровне достаточно неплохие, когда царит взаимопонимание, желание помочь, вот именно, то здесь, в таких семьях, мне кажется, и не появятся дети, которые будут агрессией в мир брызгать там и выдавать ее. Мне кажется, что это именно в семье идет. Ну а если человек сам по себе, родитель, группу, если он, извините, не оттесан, если он сам, если он, допустим, отец там в семье, мать может там насилие к ней применять, ударить там, а ребенок что оттуда вынесет? Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Старая пословица, старая как мир. И, опять же, стопроцентная гарантия, что такие вот дети агрессивные, злобные, не вырастут где-то там. Хорошо, вот сейчас дальше, что должно сподвигнуть родителей к тому, чтобы они вот больше внимания на своих детей обращали? А мне кажется, то, что их должно сподвигнуть, уже произошло. Тот же казанский случай. Это огромный просто, вот не звонок, колокольня уже. Посмотрите и вы, гляньте. Вот мы сейчас обсуждали этот вопрос, корректности государственного вмешательства в частную жизнь, в том числе вот отслеживание соцсетей, переписок там и так далее. Ладно, государство не может, а родитель? Он может поинтересоваться, чем там его ребенок живет, что он там пишет и с кем он переписывается и о чем? Я понимаю, что и здесь есть, ну, какая-то там территория взрослеющей личности, на которую тоже не вступая, суверенитет вот этот личностный. Но ведь это родительский контроль, здесь-то спросить можно. Конфликты внутри школы были всегда, сейчас появилось это новомодное слово буллинг. Возможно ли как-то минимизировать вот со стороны школы, со стороны, может быть, психологов, социальных педагогов вот эту всю ситуацию? Потому что это влияет на психику детей и вполне возможно тоже в будущем может стать неким толчком для вот таких вот трагических событий. Термин, который применяем мы, называется там третирование, ну и чаще всего говорят гнобление, да, вот такое. Ну, то есть человека достают, там выбирают, там выбирают его как предмет насмешек каких-то и так далее. В принципе, можно сказать, что, наверное, каждый через это проходил. Я не знаю, там, каким Брэдом Питтом надо быть, чтобы тебе вообще ничего не сказали, там или Анжелина Джоли, вот. Хотя, кстати, они-то жалуются на то, что их в детстве-то буллинговали. Можно ли это в школе стопроцентно отследить? Но я уже говорил о том, что психолог наблюдает и смотрит. Это действительно вот в непосредственном какой-то, в непосредственном общении, в движении, в каких-то ситуациях это отслеживается, это именно со стороны. Но есть же ситуации, где дети совершенно предоставлены сами себе. Они идут домой, школа уже полномочия сдала, до родителей они добрались. Сколько таких случаев? Толкнули, стукнули, портфель отобрали, там, что-то там, краску вылили, еще и так далее. Вот это же тоже буллинг. Опять же, стопроцентно. Вот, оградить ребенка от этого невозможно. То есть мы взрослые, как ни старайся, ну, я не знаю, ну, где камеры ставить? На люках канализационных еще. И столько и следить под камерами. И в туалетах, и везде, везде, что ли, поставим камеры? Это не получится. Ребенка надо учить этому противостоять. Тоже родители и школа должны, да. У нас есть специальные вот такие психологические минутки. Я, честно говоря, даже урок могу вести, и увидев что-то, я могу прерваться. И потому что то, что я по предмету скажу, я потом дополню. А вот ситуация какая-то будет, которую видели все, только-только свежая она, она иногда требует прямо вот каких-то пояснений, где-то с юмором, где-то иронично, где-то наоборот жестко. Ну, учитель, он же тоже актер определенным образом. Я же могу включить и эмоцию, я могу включить и то, что я жесточайшим образом недоволен. Или что меня рассмешили, хотя я, в принципе, эмоции могу не испытывать. Но я сыграю, чтобы дети потом вот эту ситуацию запомнили. Я где-то, может быть, обижаемому подскажу. Отшучусь за него, а он увидит, и в следующий раз возьмет этого на вооружение. И тому, кто его подначивает, будет не так уже интересно и весело. Его обшутили, он как-то, ну, и он интерес потерял. Он не то получил, чего хотел. Хотя на самом деле, ведь этих вот буллинговых ситуаций, их ведь великое множество, и подготовиться прямо к каждой, наверное, невозможно. А вот выработать у ребенка настрой на то, что это может быть, как в жизни могут быть неудачи, отряхнулся, встал, пошел. Как тебя могут не понять и не воспринять. Ты рассчитывал, допустим, на то, что все будут одобрять тебя, а тебя не поняли. Это надо понимать, что это часть жизни, и ребенка надо к этому готовить. В социальных сетях вот после этой темы я часто видела, особенно от людей старшего поколения, такое мнение, что возникает еще подобная ситуация от того, что дети в школах, вернее, даже после школы, недостаточно загружены и заинтересованы. Что вы думаете на этот счет? Когда дети говорят, что они не загружены, я отвечу на, может быть, рисковато. Значит, ты ничего не хочешь. Значит, ты ничего не хочешь. У меня в свое время, когда я оканчивал школу, минутки свободной не было. Я занимался спортом, я учил уроки, я ходил на консультации, факультативы. Вечерами мы с ребятами там какой-то футбол гоняли. Зима, не зима, там 30, не 30 градусов. У меня не было особо свободного времени. Сейчас у меня мои вот крестники, да, 11 класс заканчивают. Я не знаю, когда они спят. Они со школы приходят, идут на репетиторство, потом на второе, потом тренировка, потом у них домашние дела, и с отцом дрова надо сложить, и снег надо подмести, в частном доме живут, и так далее, и так далее. Я вообще не слышал от них ни разу. Они, наоборот, говорят, вот бы нам когда-то уже выспаться и отдохнуть сейчас, вот ЕГЭ сдадим, и слава богу. Поэтому, когда я говорю, когда слышу, что человек говорит, у меня времени вагон там, и не знаю, чем его занять, у него нет увлечений, он живет пустой жизнью. А как с такими быть? Чем их занять? Ты что, не предложи, им все будет скучно, им все неинтересно. Ну, со взрослыми детьми понятно, вот именно маленьких детей, их же как-то нужно заинтересовать, потому что, ну, сами они выразить еще свою заинтересованность не так, чтобы могут. Здесь, наверное, вот как раз родители и школа вот тут должны. Подсказать ребенку, заметить, поднаправить немножко. Мы это называем вообще пробы. Ну, частенько так в педагогической среде стало это звучать. Ребенок должен попробовать. В принципе, практически все. Ну, и вы, наверное, попробовали рисовать, там, допустим, не мое музыкальный инструмент. Ну, вроде тоже нет спорта. О, вроде ничего получается, буду я этим заниматься. Там вот я КВН посмотрел, о, мне что-то вроде нравится. Дай-ка пошучу, тоже получилось. Ну, неплохо, мне интересно до сих пор. И ровно то же самое с ребенком. Он должен попробовать. Но это пробы увлечений, которые могут и профессия стать, и жизнью, в принципе. А школа, что взяли уже на себя, ну, правда, не пятый, не шестой класс, седьмой, восьмой, девятый, мы проводим профессиональные пробы. Мы детей водим по оставшимся предприятиям Каннска, показываем им, как устроено, как производство, что делать, как работать. И дети с интересом смотрят. Нас в свое время тоже водили. И у нас тогда были лесозаводы, БДО там, и на швейной фабрике. И мы все это смотрели. И, в принципе, да, приценивались, а вот смогу ли я это делать так же. Получится ли у меня этим, допустим, зарабатывать или нет. Поэтому пробы, как таковые, они, наверное, должны идти и от школы, и от родителей, но и нельзя. Ну, вот почему мы всегда говорим о детях, нельзя сбрасывать самого ребенка. Почему мы о детях говорим о каких-то бессловесных болванках, вот которых как обточишь, то и получится. Еще раз говорю, сопротивление материала. Он живой, он ругается, он визжит, его обрабатываешь. Ему что-то делаешь, а он еще сопротивляется. Если в ребенке в самом какая-то тяга есть, нормально, ну, не квелый назовем его, он будет развиваться. Про психологию мы поговорили, давайте перейдем к более материальным вещам. Вот сейчас очень сильно муссируется в социальных сетях тема безопасности. Я даже видела такие варианты, что предлагают оградить территорию школы железным забором, поставить куда-то кабинку там в начало и посадить охранника. Что вы думаете насчет безопасности в школах? У людей, работающих в школе сейчас, есть такое мнение, что куда еще? Куда еще дальше? Вот уже заказаны турникеты. В некоторых школах есть, у нас уже тоже. У нас давно еще, не этот случай, Казанский, это нормальная плановая работа. Министерство уже давно запросило, уже стоимость понятна, уже как деньги будут выделены. Турникет появится и у нас. У нас уже есть этот металлоискатель. У нас немножко, видите, что заботит? Мы в школе немножко обложены, на мой взгляд, работой такой излишней. У нас очень много разной документации. Документы документами, обучение обучением. Но когда реальная ситуация, сколько понадобилось времени этому казанскому стрелку? Восемь минут, чтобы бить девять человек. Восемь минут. Он зашел спокойно, вытащил винтовку. У него ушло секунд восемь-десять. Он с охранником расправился и пошел дальше по школе. Только грамотные действия администрации, директора, когда все кабинеты крикнули закрыть по громкой связи. Вот тогда это сработало. Он вошел только в один кабинет. А так бы трагедия-то была еще страшнее. Полиция приехала через восемь минут. Успел. Застрахованы ли мы сейчас стопроцентно? Вот мы поставим турникеты высоченные, выше, чем в метро. Никто не перепрыгнет. Даже самые замечательные Сергея Бубки и так далее. Даже с шестом. Он подлезет под ней, если он маленький, юркий. Он запросто может прям со входа от турники это пострелять кого-то, пока кто-то убежит. Факт? Факт. Дальше. Территория школы. Мы ее заградили. Чипы какие-то поставили. Зайти могут только сотрудники. Ну давайте так. А у нас есть и родительские собрания. У нас есть гости школы. А у нас есть соревнования, когда к нам приходят какие-то конкурсы и люди. Ладно, мы там будем лично их запускать и так далее. Но до какой степени и сколько денег нужно потратить, чтобы вот это случилось? Они реально будут затрачены? Хорошо. Это действительно необходимые меры. Это пока вопрос открытый, мы об этом думаем. Но хорошо дальше. Проверки сейчас везде прошли. Полицейский у нас после этого события в школе был. Обезопасились мы этим? Нет защиты от агрессивно настроенного преступника. Я считаю, те меры безопасности, которые в школе есть сейчас, вот эти турникеты, хорошие дежурные. Вот да, здесь, наверное, нюанс такой. Мне кажется, все-таки это должен быть подготовленный охранник. Может быть, даже с каким-то шокером. А не так вот, как в некоторых школах у нас еще вахтер просто находится там и сидит. Ну, у меня тут далеко ходить не будем, это женщина. Она, не скажу, что сильная. Варвись такой, как я, ничего она сделать не сможет. И поэтому вот в этом плане, мне кажется, можно усилить. Но, опять же, я немножко тут подсмеивался, но не обносить же лазерным щитом школу. И не садить роты автоматчиков на школу, чтобы они целыми днями там лежали и дежурили. Подобные события, вот как произошли в Казани, тоже совсем недавно в Керченском колледже, заставляют делать какие-то выводы. И выводы и нас с вами, то есть всех людей, и, в принципе, государства в целом. Как вы думаете, каким выводом мы должны прийти? Мне кажется, здесь не просто выводы должны быть сделаны, а должны быть сделаны еще и конкретные действия на основе этих выводов. Выводы мы, в принципе, уже с вами проговорили, мы об этом говорим. Да, действительно, нужно настолько минимизировать риски, чтобы вот такой неадекватный человек прорвался в школу, только, ну, имея, ну, давайте так, чуть ли не на танке. Тогда он действительно ворвется, пробьет стену. А так обезопасить можно. Да, действительно, эти выводы сделаны, минимизировать хочется. И уже в частных беседах между собой мы, руководители школы, разговариваем и действительно говорим о том, что неадекватные люди были, если останутся, а вот чтобы они не дошли до школы, несколько преград достаточно будет вполне. Ну, вот тот же турникет, может быть, еще какой-то на входе в школу там поставить, и пусть он будет именной, там, с чипом и так далее. Это можно. Это невеликие затраты, хотя в масштабах страны, наверное, они будут немаленькие. Ну, и охрана, надо, наверное, отказываться от того, что сотрудники учреждения, да еще и женщины, они, все-таки, давайте так, слабые женщины, они школу охраняют. Надо, чтобы это был подготовленный человек, действительно. Большинство же охранников, это, в принципе, отставные военные, отставные полицейские, они имеют пенсию, могут так вот подрабатывать. Это люди явно с хорошими навыками, явно с опытом, и, я думаю, вполне себе по стране таких найти для школ можно будет серьезный контингент, и эти люди явно будут на своем месте, и немножко побезопаснее нам будет.